Победа Алиева, взлет Даниэляна и падение Самарина Как прошли мужские соревнования на ЧАЭР по фигурному катанию 27 декабря 2019 года, 18-22 Владимир Зайвы Дмитрий Алиев одержал победу на чемпионате России по фигурному катанию среди мужчин За счет своей произвольной программы с четверным луцем он поднялся с четвертого места на первое Еще более впечатляющий скачок совершил 16-летний Артур Даниэлян, который выиграл второй вид соревнований и поднялся с 13-й позиции на вторую Александр Самарин упал дважды, но все же завоевал бронзу 27 декабря болельщикам никак нельзя было опаздывать на мужскую произвольную программу Короткая совсем не ответила на вопросы о будущих призерах и претендентах на попадание в сборную Многие опытные и известные фигуристы проигрывали меньше 10 баллов лидирующим юниорам и при этом не попали даже в сильнейшую группу во второй день Уже после выступления Андрея Зубера, который выходил на лед седьмыми со 16 участников, каждый был вправе рассчитывать на пьедестал почета Сергей Воронов во время своего выступления встревожил болельщиков У 32-летнего спортсмена пошла из носа кровь на вращении Ранее он не смог исполнить четверной тулуп, что, во-первых, само по себе было большой потерей, а во-вторых, привело к аннулированию одного из тройных лутцев Участник 15 чемпионатов России остался за лидером соревнований, на тот момент Тартуром Даниэлеаном, который за свой чистый прокат с двумя четверными сальховами набрал 253,42 балла Также по теме Второй золото подряд Синицына и Кацалапов стали чемпионами России в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию В Красноярске разыгран первый комплект наград Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали Кровь от сухого воздуха, два дня уже идет Боялся, что на вращении должна пойти кровь, так что немножко попачкал хороший белый лед В целом было очень тяжело Чемпионат России, не из легких стартов В любом случае рад, что сюда приехал Прокаты могли бы быть еще лучше, но сегодня я честно боролся до самого конца, старался за все цепляться, сказал Воронов, добавив, что заканчивать карьеру пока не собирается 32-х летний фигурист, общаясь с журналистами, одним глазом наблюдал за выступлением Данила Самсонова Юный ученик Этири Тутберидзе в этом сезоне набирал приличные баллы своими четверными прыжками Но в Красноярске упал и с луца, и с флипа, а на тройном акселе допустил бабочку Но его музыкальность не могла не радовать Самсонов показал приличную программу, особенно для дебютанта взрослого чемпионата России И получил от судей 240,21 балла Не все получилось в обеих программах Был достаточно хорошо готов, не знаю, что произошло Будем стараться исправлять Не волновался, все нормально Для меня этот чемпионат России значит опыт выступления со взрослыми спортсменами В таком большом зале Я не чувствовал себя каким-то маленьким по сравнению с другими Пытался показать, что тоже достоин выступать здесь Тихо и понуро рассказал Самсонов, сильно расстроившийся из-за такого выступления Но если у 14-летнего фигуриста все еще впереди, то для Александра Самарина сезон внезапно подошел к концу После короткой программы еще оставалась надежда на то, что он сможет исправить многочисленные ошибки в ней А после отличного исполнения четверного лутца в каскаде с Олером и тройным с Ольховом даже появилась уверенность в этом Но затем в фигуре ступал с четверного флипа и тройного акселя Ошибался на других прыжках и с трудом докатал программу Технической базы ему не хватило Чтобы обойти Даниэляна, Самарин уступил всего 0,7 балла Точно оставшись без золота чемпионата России Он потерял и возможность по спортивному принципу отобраться в сборную Чтобы защитить титул вице-чемпиона Европы Как-либо прокомментировать свою неудачу фигурист не смог Лишь поблагодарил всех, кто поддерживал его до конца Из последней разминки объективно слабейшим звеном был Андрей Лазукен Занявший год назад четвертое место фигурист еще на жеребьевке ощутимо хромал А в день произвольной программы не расставался с пакетом льда Чуда не случилось Практически все прыжки у ученика Алексея Мишина не получились Лазукин откатился на седьмое место Которое к концу соревнований должно было обернуться двенадцатым Выступавший следующим Дмитрий Олеф Своего шанса вернуться в сборную после неудачного прошлого сезона не упустил Хотя его произвольный прокат не был идеальным После четверного луца он упал на четверном тулупе и смазал вторую попытку Совсем неожиданным было падение на дорожке шагов Хотя в карьере Олефа бывали и не такие чудачества Загитова унесла с собой долю интриги Бутырская о фаворитах ЧР Четверных прыжках Трусовой и зрелом катании Косторная основная борьба в женском одиночном катании на чемпионате России Развернется между Аленой Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Гораздо неожиданнее падение Олефа было то, что в этот момент лидирующая тройка замерла Все четыре фигуристы, закрывавшие соревнования и лидировавшие после короткой программы Не смогли даже обойти Самарина Андрей Мазалев лишь на сотые доли балла превзошел Самсонова Петр Гуменник уступил ученику Тутберидзе два балла А Антон Шулепов, выступавший в нашумевшем костюме главного героя из списка Шендлера Проделал путь на седьмое место Ису номинировал мой костюм А потом посыпались гневные комментарии про нацизм Но это костюм из фильма Кто ленту смотрел, тот знает, что главный герой спасал людей В начале фильма он был в костюме дипломата А после войны люди вручили ему робу в знак сопричастности Я не расстроился, просто было странно, что люди подумали о чем-то плохом Объяснил Шулепов Повлиять на итоговые результаты мог еще выигравший короткую программу Макар Игнатов Но он оступился на четверном сольхове А после хорошего четверного тулупа также запнулся на тройном акселе Оставшись почти без стартовых прыжков Дальше он уже не мог догнать соперников Под конец программы силы всегда покидают этого одаренного и перспективного фигуриста Так что даже вращения уже не впечатляли судей Игнатов набрал в сумме 249,46 балла и занял лишь четвертое место Итоги в мужском катании превзошли все ожидания Дмитрий Олев с совсем не впечатляющей суммой баллов одержал победу Артур Даниэлян выиграл произвольную программу и с 13-го места перепрыгнул на второе А Александр Самарин чудом остался в тройке и сможет надеяться на поездку на чемпионат Европы В Граце между ними 16-летним Даниэляном, которому еще можно выступать по юниорам Развернется борьба за квоту на чемпионат мира, которых у России всего две А Леев же на правах чемпиона России за свое место в сборной беспокоиться не должен В первый раз такие странные ощущения и эмоции Я знал уровень своей подготовки После не совсем успешной, но успешной для меня самого произвольной программы Я был, безусловно, доволен Не хотел бы, когда ожидаю своего места, испортить свое настроение У меня это получилось Самое противное, это ожидание, сидеть и ждать, пока другие ребята выступят По десятибальной шкале я оцениваю короткую программу на семь, а произвольную на восьмерочку вяловатую Главное, что ощущаю себя позитивно, хочется биться и бороться, заявил Самарин после победы